Запрет на проповедование иностранным священникам всех вероисповеданий ислама, католического и евангельского, ведет правительство Болгарии, предложив изменения в законе о вероисповеданиях в Уголовном кодексе. Также иностранным гражданам будет запрещено занимать руководящие должности в вероисповеданиях в стране, как и будет введен запрет и на финансирование их из-за границы. Об этом сообщил вице-президент Болгарии Красимир Каракачанов после встречи с представителями спецслужб на тему проникновения радикального ислама в Болгарию, угрозы и меры противодействия. Все священники, проповедующие в Болгарии, получившие образование за границей, даже и православные, получившие образование, например, в Москве, должны будут пройти процедуру признания дипломов, дополнил Каракачанов. Ну вот такие вот не очень приятные новости для нас о том, что готовятся к принятию закон о запрете проповедования иностранным пастырям, священникам, вот если этот закон ведется, то у нас могут быть такие проблемы, то есть нам могут запретить собираться в этом зале, вот, ну, будем тогда собираться где-нибудь в другом месте, будем собираться подпольно, ну, может быть, придется, конечно, подтверждать, возможно, свой диплом, ну, мы молимся, я хотел предложить помолиться за то, чтобы этот закон все-таки не приняли, потому что в основном он, конечно, изначально был направлен на то, чтобы здесь не получило развитие радикальный ислам, ну, как бы это понятно, да, потому что если сюда радикальный ислам войдет, мало никому не покажется, но при чем тут мы, да, то есть мы тут спокойно собираемся, никому зла не причиняем, наоборот, то есть мы, церковь Божия, я хотел бы, чтобы мы склонили наши сердца перед нашим Господом, чтобы просто коротко помолиться. Господи, мы верим в то, что это Тебе не угодно, Господь Отче, Аллилуйя, Отец, вступись и вмешайся, чтобы этот закон, который хотят принять Господь в Болгарии, чтобы он не был принят в отношении христианской конфессии, потому что Иисус Христос пришел на эту землю не для того, чтобы кому-то причинять зло или кого-то карать, Он пришел для того, чтобы спасать, Он пришел для того, чтобы принести милость, Он пришел для того, чтобы явить свою любовь, и Он это делает и по сей день. И по сей день Его учение о любви, оно распространяется по всему миру, и оно несет только мир, гармонии в семьях, любовь, процветание. Если мы правильно понимаем священное Писание, Господь Отче, мы каждой стране, каждому государству, мы приносим благословения, как христиане. Слава Тебе, всемогущий Бог, просто вступись. Мы просто призываем еще и еще раз Твою силу, Твою Божью руку. Во имя нашего Господа Иисуса Христа молились, и народ Божий скажет Аминь. Аминь. Слава нашему Богу. Детки, выходите на благословение. Сегодня я хотел еще раз попросить, чтобы дети оставались с родителями. Дети на вас жалуются, вы себя плохо в церкви ведете. Не шумите, пожалуйста, в церкви, не бегайте, не носитесь там по крыше, это для вас же опасно. Андрей, можно чуть потише, потому что что-то уже начинает микрофон заводиться. С правой стороны. Представьте, что вы проводите служение. На следующее воскресенье Алексей будет проповедовать. Детская группа прославления будете. А мы, взрослые, будем здесь сходить с ума, кидать вас какими-то бумажными шариками, смоченными нашей слюной. И просто будем кататься здесь по полу и хохотать от смеха. То, что вы такое просто вытворяете вообще в церкви Божией. Поэтому большая просьба. Просто давайте мы, вы же дети христиане. Из-за вас вас могут ввести закон о том, что нас могут вообще выгнать из этой страны. Землетрясение тут скоро уже случится из-за вас. Давайте мы помолимся за наших детей, чтобы просто мир Божий сошел просто в эти сердца. Просто пусть через наших детей является Божья слава. Потому что Бог не есть, Бог не порядка, не устройство, но мира и порядка. Господь, слава Тебе, всемогущий Бог. Просто, Господь, Возьми наших детей, Господь Отец, Асана. Мы просто доверяем их Тебе, Господь. Для того, чтобы Ты сам пекся о ней, Господь сам воспитывал. Аллилуйя, Отец. Иногда, конечно, и через родителей, но в основном Ты сам любишь это делать. И Ты делаешь это с любовью, Господь Отец. Асана, слава Тебе. И когда Ты обличаешь и наказываешь, это не обидно, Господь, потому что Ты все делаешь безграничной к нам в любви, Господь Отец. Ты очень всех нас любишь. Аллилуйя, Отец. Мы вручаем Тебе наши детей. Мы приглашаем, что это Твои дети. Это дети Божьей любви. Это дети Христа. Аллилуйя. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Если согласны, скажите Аминь. Аминь. Проходите, детки. Сидите с родителями. Слушайтесь родителей. Сегодня служение будет недолгим. Вовсе. Продолжение следует...